Эту выставку планировали привезти в наш город два года тому назад, но из-за пандемии стройки сместились на неопределенное время, и вот оригиналы Рубенса и его учеников наконец-то прибыли в Тольятти. Выставка проходит при поддержке генерального партнера Тольяттинского художественного музея Куйбышев Азот. Наталья Корсакова продолжит. Живопись, в данном случае изобразительное искусство, влияет и лечит депрессию и постковидный синдром. Поэтому всех поздравляем, рад за всех и уверен, что каждый из нас получит в своей душе ту эмоцию, ту ощущение, ради чего мы пришли и ради чего этот великий человек писал. Выставка «Питер Пауль Рубенс и его время. Живопись и гравюры европейского барокко» является одной из бесчисленных попыток представить искусство мастера, его истоки, современный художественный контекст и притворение рубенцевского наследия в творчестве мастеров следующих поколений. Основную часть экспозиции составляют листы печатной графики. Именно гравюром, распространившимся по всей Европе, художник в немалой степени обязан своей всемирной славы. И в этих гравюрах его соратники копировали его живописные произведения. Живописные произведения, как мы знаем, писались по заказам и были доступны только чрезвычайно узкому кругу. То гравюра уже была тиражна и она дала большое распространение именно изображений рубенцевских картин. И во многом благодаря гравюре в первую очередь Рубенс обрел вот такую популярность, которую он имел. В кульминации экспозиции шедевр гениального живописца. Картина Питера Пауля Рубенса «Кающийся Марии Магдалины с сестрой Марфой», которую художник написал в 1618-1620 годах. При участии своих самых выдающихся учеников Антониса Ван Дейка и Якоба Йорданса. Картина, переданная в Ирбит еще в далеком 1976 году из Эрмитажа и числившаяся там копией с такой же картины, хранящейся в Вене, в Художественно-историческом музее, после проведенных в 2012 году реставрационных работ оказалась оригиналом самого Рубенса. Долгое время мы работали с этой работой, и вот то, что по всем телеканалам прозвучало в интернете, Ивенский музей подтвердил этот факт очень таким интересным поступком. Они свою Марию Магдалину убрали в запасники с формулировкой до выяснения обстоятельств, которые выясняются до сих пор. Но, скорее всего, они знали, что у них копия, или в документах это было указано, либо бытования нет, тем самым подтвердив, что мы сюда, в Тольятти, привезли самый лучший шедевр нашего музея – работу Питера Пауля Рубенса, кающейся Марией Магдалиной, сестрой Марфой. Выставка проходит при поддержке генерального партнера Тольяттинского художественного музея «Куйбышев Азот». Очень хорошо, что это получилось сейчас. И мы надеемся, что как можно больше тольяттинцев придут и увидят не только эту картину Рубенса, оригинал, но и все остальные гравюры, и получат интересные знания, какие-то положительные эмоции, которые нам сейчас очень-очень не хватает. Это всегда будет только кстати. Наталья Корсакова, Андрей Комиссаров, Новости Тольятти.